Друзья, всем привет! Сейчас я приехал на наш новый объект, на котором мы делаем реконструкцию кровли. Хочу показать вам процесс монтажа пароизоляционной пленки, некоторые нюансы по крыше, чтобы вы понимали, что такое настоящая реконструкция и как много сложностей в этой работе. Продолжается реконструкция на объекте, часть кровли уже сделали. Сейчас мы будем снимать одни из самых геморройных сложных мест, в которых будет много таких нюансов, которых обязательно надо сказать. Здесь сейчас уложена пароизоляция, мы ее монтируем корыцем по второму методу. Как видите, здесь большие лопухи есть еще и планка еще пока не придавлена до конца. Сейчас как раз покажу один небольшой лайфхак. Пленка должна быть здесь натянута. С одной стороны мы эту рейку уже наживили, не закрутили до конца. Потому что нам нужно еще заполнять сюда герметик, мы ее немножко отпустим. И этот лишний лопух будет обрезан. Чтобы натягивать пленку, удобно делать следующим образом. Вот я беру, прям ногой немножко упираюсь и пленку подтягиваю рукой. И она получается натянутая. У нас здесь есть старая проводка, которую мы не трогаем, которая как бы немножко портит картину, но мы от этого избавиться никак не можем. Запрещено это делать. До конца сейчас закрутил или нет? Ну, все равно выкручивать попозже надо будет, поэтому. Сейчас мы просто временно закрепляем, чтобы нанести герметик. Сейчас обрежем лишнее и будем наносить герметик. Лишние части пленки просто срезаются. Я специально оставляю такой небольшой тканчик, чтобы было легко его отогнуть, нанести герметик и придавить рейку шурупами. В руках я держу две формы выпуска наших клеев. Картриджи по 310 мл вставляются в такие пистолеты. И так называемые фолиевые трубы, или в простонародье колбаски. Клей один и тот же бывает. Я имею в виду, что Тикс бывает и в таких, и в таких, и в такой, и в такой форме. Но, естественно, такая форма выпуска более дешевая. Требует других пистолетов большего размера, обратите внимание. Вот это выгоднее, да, покупать? Ну, по деньгам это дешевле, естественно. Примерно, причем процентов на 30. Так что обратите внимание. А у нас здесь клей Дельта Тан, вот этот Дельта Тикс. Дельта Тикс лучше используют, да, для этих вещей? Ну, клей Дельта Тикс, он как бы изначально разработан именно для всех пароизоляций. А Тан это просто универсальный клей, который тоже сюда подходит, но мы будем делать Тиксом. То есть, с твоей точки зрения Тикс лучше, да? Да. Наша рейка, она установлена в предварительное положение. Сейчас я ее немножко откручу, для того, чтобы нанести внутрь клей. Об угле расскажу отдельно, пока не будем затрагивать его. Здесь самое главное, чтобы слой был непрерывным. Теперь я беру шуруповерт и закручиваю. Мы видим, что происходит с клеем. Излишки его выходят. Он заполняет все щели, какие есть в древесине, например, неровности, какие-то складки, которые могут там появиться. Вот так вот должно это выглядеть после монтажа. Угол сделаем отдельно. Продолжим. Наше прекрасное средство от практически любых головных болей с пароизоляцией. Паста Delta Liquix. Здесь 4-х литровое ведро, бывает еще 1-литровое. Открываем. И видим эту сметану. Обязательно вначале нужно аккуратненько перемешать. Когда паста стоит долго, более жидкая часть ее поднимается вверх. Поэтому перед применением всегда нужно ее хорошенечко перемешать. Причем мешать не быстро, а медленно. Так самый оптимальный вариант, она быстрее всего приходит в себя. Вот она такая голубенькая. Почему без перчаток? Потому что профессионалы настоящие, работают без перчаток. Денег на перчатки нет? Когда мне пишут комментарии, вот, минеральная вата попадает в стекло, стекло попадет в руки, умрешь через 3 дня. Что им писать тогда? Настоящий профессионал работает без перчаток? Да. Часто встречающееся место, это вот такие вот углы между стыком пароизоляции Г-образным. Часто их просто подрезают. Но этого делать абсолютно не нужно. Напротив, нужно в это место заполнить герметик. Вот в эту складочку. И потом ее просто пригнуть в бок. То есть здесь как минимум дважды закладывается герметик. Девушки отдыхают. Покажи сверху Четкий непрерывный шов по всей длине То чего мы добиваемся Самое главное вот здесь вот Вот в этих угловых местах Здесь есть складка Но она полностью заложена герметиком Мы это просто вот так оставляем И все в этом месте уже надежно Ликвикс не применяется без специальной армирующей ткани GT10 геотекстиль 10 сантиметровой ширины Продается отдельно Не забываем покупать Я сначала прикидываю Как я его провожу Сколько мне его нужно отрезать А потом буду его укладывать Музыка 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 Вот так вот выглядит окончательный вариант Скажем так идеальный вариант Монтажа пароизоляционной пленки Вот здесь вот К трубе Проклеиваем Ликвикс Так как на этом объекте Проводится Не новый монтаж А именно реконструкция То здесь Конечно обязательно Применять пленки С антиконденсатным слоем Мы видим здесь Пленку Delta Max X Это хорошая пленка? Ну вообще Это флагманский вариант Пленки Delta Max Можно сказать Что в мире Полиуретановых пленок Это как Майбах Среди мерседесов Это самый толстый Функциональный слой Самая большая прочность На разрыв На растяжение И так далее При этом SD остается прежним Поэтому Это максимально надежное Что есть для реконструкции Очень хорошо Что вы это здесь применили Антиконденсатный слой Пойдем покажем Пойдем покажем Вот он тот самый Полиэстеровый Антиконденсатный слой Приятный на ощупь Но В чем минус Работы С такими материалами На сплошном настиле Он может Цепляться за доски И поэтому Это не очень удобно Ну здесь Без сплошного настила Схема просто С утеплителем Любой конденсат Который Будет Там образовываться Через какие-то Возможно Неуплотненные Места Он будет попадать На пленку На пленке он будет Конденсироваться И впитываться В материал И потом Диффузионным образом Спокойно будет переходить В вент зазор Такова схема работы Этой пленки Так как она Не так быстро Пропускает пар Поэтому ей нужен Этот самый Антиконденсатный слой Который ее удерживает Более того Он ее впитывает Из утеплителя Лишнюю И таким образом Он ее потом выводит У этого материала Два Две клевые полосы Это сверху Она такая вот Разряженная Из полосочек Сделанная А в нижний нахлест Она сплошная Получается Очень надежная склейка Самая надежная склейка Это когда клей на клей Вот можно здесь посмотреть Это один раз просто Дальше я не хочу рвать Чтобы не рвать пленку Склеивается намертво Очень хорошо Как раз Работать с плюсовыми версиями В том числе И с Maxx Именно В холодное время года Или в дождливую погоду Когда Использование Односторонних лент Типа мультибанд На мокрая поверхность Оно всегда Очень сильно затруднено Так делать Не нужно Плюсовые версии Выручают В этом случае Ну давай Проговорим Про вензазор У нас здесь Какая контрабрешетка 50 на 50 Особенность объекта Такая Что Есть несколько мест Где Стена Выпирает Выше уровня Почти до обрешетки Да То есть я вот здесь Вот Бью рукой Я прямо упираюсь В саму стену И соответственно Как видите Перекрывается вензазор Это очень плохо Но здесь использованы Специальные дистанционные саморезы Давай про это расскажу Дистанционный саморез Вы кто смотрит мой канал Уже видели в том Что Ну такой крепеж мы использовали Это идеальный крепеж Для того чтобы выравнивать доску Сейчас мы закрутили По одному саморезу Дальше Эта доска будет выкручиваться Подниматься На какое-то расстояние В уровень Чтобы у нас плоскость была Если у нас будут Вот такие моменты Мы будем прокладывать Это мы сейчас Вот для визуализации сделали Вот такой вот Типа такого бруска Может быть 50 на 50 тоже Он никак не крепится Сразу скажем Он просто лежит Здесь Просто лежит И дополнительно Еще будет два самореза Для того чтобы Доска у нас идет 150 Обычные желтые самореза Может быть даже конструкционные будут Если мы их найдем С полной резьбой Чтобы у нас Грубо говоря Туда-сюда доска не ходила Потому что Если один взять саморез Середину мы его закручиваем Возможно она немножко будет гулять Два самореза Еще будут стопорить В дальнейшем я Я это буду показывать Вот сейчас пока Предварительно Мы сделаем обрешетку Чтобы удобно было ходить Вот соответственно Есть вот такое вот место Скат длинный Но я думаю Что в общей сложности Вот на этом скате У нас будет сантиметров 7-8 За счет того Что мы будем Приподнимать обрешетку Вот этими дистанционными саморезами Плюс таких проблемных мест Справедливости ради сказать Надо всего два А не справа и слева от трубы Может еще где-то будет Ну дальше пока непонятно Здесь на данный момент Всего пара мест таких Да крыша с одной стороны Как бы простая Но если вот Посмотреть вот здесь Вот где мы Делали участок Проклеивали Пароизоляцию Вот эти вот Все двойные стропила Вот это вот место Видите Короче работы много Такой внутренней Чтобы это все как-то выровнять Качественно утеплить Все это мы проклеиваем Тут уже ребята Тоже начали подготавливать Вот видите Там тоже рейка Утепляем Урса террас Катная кровля 25 сантиметров Общей сложности 5 сантиметров Укладываем За кисточку Пока не зашли От рейки до рейки Потом еще сверху 20 От тебя еще хочу сказать По поводу этой пленки Она очень прочная Если например Монтажник нечаянно Там на нее вот так вот Ногой наступает За счет того Что она прочная Да Игорь? Да Эти пленки В том числе И обычный Дельта Макс Тем более Иксовая версия Самая прочная Они выдерживают Тест нападения Кровельщика Это когда Я сейчас боюсь ошибиться Но с нескольких метров 2-3 метра Сбрасывают Специальный груз Весом Около 80 килограмм Ну как будто бы Кровельщик Споткнулся на лесах Или там откуда-то Упал на пленку И эта пленка Должна выдерживать Вес Кровельщика Конечно Это не штатная ситуация Но Наличие Такого прочного Материала Дает Как бы Страховку От Нечайно уроненного Шуруповерта Молотка Или Случайно наступить Если на пленку Вот таким образом Посмотри Часто ходят по пленке И вот так носками Ее продавливают Используя Используя Пленки Дельта Макс Ну и другие наши материалы Тоже Такая проблематика Вообще Исключается Отличный вариант Такой вот Небольшой Видеоролик Надеюсь Вы оценили Сложность Работы Реконструкции Крыши Очень много Нюансов И деталей Поэтому Что я могу сказать Реконструкция Это всегда очень дорого И Советую Вам Когда вы строите Себе дом Задумываться о том Что Нужно Покупать Качественные материалы Использовать Хорошие технологии Для того Чтобы В конечном результате Не пришлось Переделывать Переделать Крышу Потому что Вот этот дом Он очень дорогой Люди Толком еще В этом доме Не пожили А уже попали На Очень дорогую Реконструкцию Все Всем пока Самое главное Берегите себя Не болейте